Регион сформировал заявки на реставрацию объектов культурного наследия на будущий год. Федеральная целевая программа «Культура России» завершилась. Теперь направление по реставрации объектов культурного наследия предусмотрено в госпрограмме развития культуры и туризма. Необходимо отметить, что требования как самим объектам, так и перечню документов, которые необходимо представить для участия в ней, достаточно ужесточились. Теперь в качестве ключевого фактора выступает наличие или отсутствие пользователя объекта, что делает невозможным подачу заявок на объекты, у которых пользователь не определен, и те, которых вообще не числится ни в одном из реестров собственности. Ну а комплект документов расширился вплоть до сведения о наличии или отсутствии инженерных коммуникаций, а также документов на земельный участок, на котором расположен объект культурного наследия. В общей сложности комитетам по охране ОКН подготовлены 17 заявок на сумму 115 миллионов рублей. Часть из них касается как объектов в областном центре, так и в малых городах региона. Например, попытают счастье Юревецкое и Кенишемское колокольни, крестовоздвиженский храм в Палихе. В настоящий момент большинство заявок поданы на проектирование, поскольку это необходимый этап для проведения работ по сохранению. Одним из самых больших и финансово затратных является разработка научно-проектной документации на крестовоздвиженский храм в Палихе. Это еще объясняется тем, что храм уникальный не только по своему архитектурному облику, но и по сохранившимся там фрескам, подготовленным палихскими мастерами, которые в настоящий момент, к сожалению, также находятся в очень плачевном состоянии и подвергаются дальнейшему разрушению. Мы пытались получить финансирование отдельно на их реставрацию. В этом году мы пытаемся получить необходимые средства федерального бюджета на полный комплекс работы. Еще один из объектов, на которые была подана заявка – здание Нарабхаковской 6 в Иванове. Здесь находится территориальное управление Роспотребнадзора по Ивановской области. Внутри ремонт сделан, а вот снаружи вид фасада оставляет желать лучшего. Это памятник федерального значения, который связан с историческими событиями революционными 1918 года, но также он является главным домом усадьбы Зубкова. И те работы, на которые были запрошены федеральные средства, это уже производственный цикл, потому что в 2011-2012 годах была разработана научно-проектная документация на производство работ по сохранению. Но, к сожалению, эти работы не были профинансированы и, соответственно, проведены. И мы надеемся, что в рамках вот этой заявочной кампании деньги федерального бюджета будут выделены и производственный цикл будет начат. Также в списках числится деревянная Успенская церковь. Сейчас она законсервирована, но нужны средства на изготовление проектно-сметной документации. Ее стоимость оценивается в 5 миллионов рублей. Любовь Почернику, Антон Осипов, Денис Денисов, РТВ Иваново.